Беседа 16, 9.1 Римлянам Истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. Не представлялось ли вам великим и сверхъестественным то, что я говорил в предыдущей беседе о любви Павла ко Христу? Подлинно все это само по себе велико и превосходит всякое слово. Но однако сказанное теперь столько превосходит прежнее, сколько прежнее превосходит все, что можно было сказать о нас. Я и сам не представлял, чтобы могло быть что-нибудь выше сказанного в прошлой беседе. Однако же то, что пришлось прочитать нам сегодня, гораздо блистательнее всего прежнего. Сам Павел, предвидя это, и объявил в самом начале, что он намерен коснуться еще важнейшего, чему многие не поверят. И прежде всего свидетельствует об истине, того, что намерен сказать. Так обыкновенно поступают многие, когда намереваются говорить о чем-либо для большинства невероятном, и в чем сами они твердо уверены. Истину, говорит во Христе, говорю, не лгу, в том свидетель мне совесть моя, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти. «Что ты говоришь, Павел? От возлюбленного Христа, от которого не могли отлучить тебя ни царство, ни гиена, ни видимое, ни представляемое умом, ни другое тому подобное, от этого Христа ты желаешь теперь быть отлученным». «Что произошло? Не изменился ли ты? Не погубил ли любовь свою? Нет, не бойся, я только усилил себе эту любовь. Как же ты желаешь быть отлученным, домогаешься отчуждения и такого разрыва, после которого другого уже не найти? Потому что сильно люблю его, говорит. Как, скажи, никаким образом? Ведь твои слова походят на загадку. Но лучше, кажется, сперва узнаем, что такое отлучение, а потом уже станем спрашивать ее об этом. И таким образом уразумеем эту невыразимую и необыкновенную любовь, Павел говорит. «Если кто не любит Господа Иисуса Христа, да будет проклят», то есть да будет отлучен от всех и сделается чужим для всех, как никто не смеет прикоснуться просто руками или приблизиться к дару, который посвящен Богу. Так апостол называет этим именем в противоположном смысле и отлученного от церкви, отсекая его от всех и как можно больше отдаляя, повелевая всем с большим страхом удаляться и бежать прочь от такого человека. К дару никто не осмелился приблизиться из уважения, а от отлученного все удалились по другому, противоположному чувству. Таким образом отлучение одно и одинаково то и другое делает себе людей чуждым, но способ отлучения не одинаков, но один другому противоположен. От одного удаляется потому, что это посвящено Богу, а от другого потому, что отчуждено от Бога и отлучено от церкви. В последнем смысле сказал и Павел, молился бы я, желал бы, но усиливает речь и говорит, желал бы я быть отлученным от Христа. Но если тебя смущают слова, которые представляются очень слабыми, то ты размыслишь о самом деле не только о том, что Павел хотел быть отлученным, но и о самой причине, по которой желал этого, тогда увидишь всю чрезмерность его любви. Например, он и совершил обрезание, но если мы обратим внимание не на действие, а на намерение и причину действия, то поэтому еще более будем удивляться ему. Он не только совершил обрезание, а и острик волосы и принес жертву. Но, конечно, мы не считаем его за это иудеем, а напротив, говорим, что вследствие этого он в особенности сделался свободен. И чист от иудейства, и стал истинным служителем Христа. А потому, как видя, что Павел обрезывает и приносит жертвы, ты вследствие этого не осуждаешь его в приверженности к иудейству, а преимущественно за это хвалишь, как чуждого иудейства. Так и видя, что он желает быть отлученным, не смущайся этим, но понявши причину, по которой он желает этого, тем более прославляя его за то. А если мы не будем расследовать причины, то должны будем назвать и Илью убийцей, и Авраама, не просто убийцей, но еще и детоубийцей. А также обвиним в убийстве Финееса и Петра. Не соблюдая этого правила, мы сделаем нелепое заключение не только о святых, но и о боге всяческих. Чтобы этого не было во всем, во всех подобных случаях, станем исследовать обстоятельства, обращая внимание на причину, намерение, время и на все то, что может служить к оправданию происшедшего. Так нам следует поступить и теперь с блаженною этой душою. Итак, какая причина? Опять сам возлюбленный Иисус. И, конечно, апостол не его называет причиной, так как говорит, я желал бы быть отлучен от него за братьев моих. На это указывает только на его смиренно мудре. Он не хочет подать и вида, что говорит о деле великом и что приносит это в дар Христу. Потому он и сказал, родственников моих, по плоти, родных, то есть израильтян, которым принадлежит усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь. 690. Что же это спросишь? Если Павел хотел быть отлученным для того, чтобы уверовали другие, то ему надлежало о том же молиться и за язычников. А если он молится только об иудеях, то показывает, что желал отлучения не ради Христа, а ради сродства с иудеями. И, конечно, если бы молился об одних только язычниках, то это не было бы так явно. А так, как молится об одних иудеях, то ясно показывает, что заботится об этом для славы Христа. Знаю, что слова мои кажутся для вас странными, но если вы не будете производить шума, то я тотчас постараюсь объяснить их. Не без причины сказал апостол то, что сказал, но на том основании, что все, порицая Бога, говорили, что изгнаны и лишены чести, те, которые удостоились именоваться сынами Божьими, приняли закон, познали Бога прежде всех народов, пользовались особенной славой, служили Богу прежде всей вселенной, получили обетование, были отцами своих колен и, что всего важнее, стали правоцами самого Христа. Это и означает отниже Христос по плоти. И что вместо них введены люди из язычников, никогда не знавшие Бога. Так как, говоря это, они хулили Бога, то Павел, слыша это, терзался, скорбел о славе Божией и желал быть отлученным, если бы было возможно. По тем условиям, чтобы спаслись иудеи, чтобы такое богохульство прекратилось и не казалось бы, что Бог обманул их, прародителей, которым обещал дары. Павел желал быть отлученным, чтобы ты понял, сколько его сокрушало мнение, будто осталось без исполнения обетования Божьей данной Аврааму. «Тебе дам землю сию и семени Твоему». После же этих слов апостол присовокупил. Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля. Здесь он показывает, что готов все это претерпеть за Слово Божие, то есть за обетование, данное Аврааму. «Как Моисей, по-видимому, ходатайствовал за иудеев, но все дело для славы Божией. Говорил, прекрати гнев, чтобы не сказали, что ты не мог спасти, и известно погубил их в пустыне» в Старозаконе 9.28. Так и Павел говорит. «Я пожелал быть отлученным, чтобы не сказали, что обетование Божие осталось без исполнения, что Бог не сделал обещанного и Слово Своё не привёл в действие». Потому он говорит, что это не за язычников, им ведь не дано было обетование, они не служили Богу и не хулили его, а молился об этом за иудеев, получивших обетование, и за прочих близких ему. Замечаешь ли, что если бы он молился за язычников, то не так ясно открывалось бы, что он делает это для славы Христовой. А так как он желал быть отлученным за иудеев, то особенно ясно показал, что он желал этого для Христа. Потому и говорил, которым и усыновление принадлежит и слава, и служение, и обетование. У них, говорит апостол, закон, свидетельствующий о Христе. С ними заключены были все заветы, от них произошёл сам Христос, из них были все отцы, получившие обетование. Но тем не менее случилось противоположное, и они лишились всех благ. Потому-то и терзаясь, говорит, если бы можно было быть исключённым из лика Христова, отчуждённым не от любви Христовой, да не будет этого. Потому что он и делал это из любви ко Христу, но от блаженства и славы. Я согласился бы на это по тем условиям, чтобы мой владыка не подвергался хуле. И мне нет кого не слышать, будто дела его были тенью, будто одним Бога обещал, а другим дал. Христос от одних родился, а других спас. Он дал обетование предкам иудеев, и оставив их потомков, ввёл во владение их благами тех, которые никогда не знали Его. Иудеи трудились, получая закону и читая пророков. А язычники, недавно отвратившиеся от жертвенников и идолов, сделались выше иудеев. Где же тут промысел Божий? И так, говорит апостол, хотя и несправедливо это мнение, но чтобы не говорили этого о моём владыке, я с удовольствием лишился бы царства и неизреченной той славы. И потерпел бы все бедствия, считая величайшим из всех для себя утешением в скорбях, не слышать боли и хулы на возлюбленного моего. Если ты ещё не понял сказанного, то представь, что и многие отцы часто решались на подобное из-за своих детей, и предпочитали быть с ними в разлуке, только бы видеть их благополучными, считая их счастье выше удовольствия жить с ними вместе. Но так как мы далеки от такой любви, то и не можем понять сказанного. А некоторые недостойны даже и слышать учения Павла, и настолько далеко стоят от величайшей той любви, что думают, будто Павел говорит здесь о временной смерти. О таких я могу сказать, что они также не знают Павла, как слепые солнечного луча, и даже гораздо больше. Тот, кто каждый день умирал, подвергался тучам опасности и говорил, кто отлучит нас от любви Христовой скорбь или теснота, или голод, или гонение. Тот, кто не ограничился сказанным, прошёл небо, и небо небес, опередил ангелов, архангелов и всё горнее, кто постиг вместе настоящее и будущее, видимое и познаваемое, умом, печальное, полезное и заключающееся в том и другом, и вообще ничего не оставил без внимания. Кто и этим не ограничился, но и предполагал другое подобное творение, ещё не существующее. Как он после всего этого мог бы упоминать о временной смерти? Точно о чём-нибудь важном. 692. Не так это, нет. Такое мнение свойственно червям, гнездящимся в навозе. Если бы апостол говорил об этом, то как он стал бы желать быть отлучённым от Христа? Ведь такая смерть более соединяла с ликом Христовым и содействовала доставлению будущей славы. Но есть и такие, которые осмеливаются утверждать ещё другое, более достойное смеха. Не смерти желал Павел, говорят они, но быть сокровищем и даром Христовым. И кто из людей, наиболее низких и недостойных, не пожелал бы этого? Но как Павел мог бы желать и этого за своих родных? Итак, оставив в басне и пустословии, которые не стоит и опровергать, так как они подобны детскому лепету, возвратимся опять к самому изречению апостола. И, наслаждаясь морем любви его, станем безопасно плавать и размышлять по неизреченном пламени, о котором кто не говорил бы ничего не скажет достойного. Любовь Павла была шире всякого моря, сильнее всякого огня. Никакое слово не может изобразить её по достоинству. Один Павел постигал её, как в совершенстве обладающий ею. Итак, повторим опять слова его. «Я желал бы сам быть отлучённым от Христа». Что значит «сам»? «Я, который сделался общим учителем, оказал бесчисленные услуги, ожидая себе бесчисленных венцов, возлюбил Христа настолько, что любовь Его предпочитаю всему на свете, ежедневно сгораю за Него и всё ставлю ниже любви к Нему». Павел заботился не только о том, чтобы быть любимым от Христа, но и о том, чтобы крепко любить Его и о последнем в особенности. Потому он только это имел в виду и всё легко переносил. Во всех делах он наблюдал за одним – удовлетворить этой прекрасной любви. И он желал быть отлучённым, но как ни могло это случить, он пытается защитить себя от обвинений и, представив то, о чём все шумно говорили, старается опровергнуть это. И прежде чем приступить к явному оправданию, он уже бросает некоторые семена Его. Когда именно и говорит их усыновление, и слава, и законоположение, и служение, и обетование, он выражает этим ничто иное, как то, что Бог желал и им спастись. Это он и доказал тем, что сделал прежде, тем, что от них произошёл Христос, и он дал обетование отцам их. Но иудеи по собственной неблагодарности отвергли благодеяние. Потому апостол представляет то, что свидетельствует только о даре Божьем, а не служит к их похвале. Сыновление, же слава, обетование и закон именно и были делом благодати Божией. Представив всё это и размыслив, сколько приложили попечения, спасение иудеев Бог и Сын Его, апостол громогласно воскликнул и сказал, «Благословенный над всем Бог во веки! Аминь!» Такое благодарение он высылает за всех, единородному Сыну Божию. «Что нам, если другие хулят, — говорит он, мы, зная тайны Его, неизреченную премудрость и всеобъемлющий промысел, хорошо знаем, что Он достоин не хуления, а прославления. Но недовольствие собственным сознанием Он старается привести и рассудить довод, употребляет против иудеев самые сильные выражения и не прежде оставляет их, пока не уничтожает их подозрения. Чтобы не показалось, что Он беседует как с врагами, Он и потом говорит, «Братья, благоволение моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение!» Римлянам 10.1. И здесь, кроме прочего им сказанного, Он старается показать, что говорит не по вражде то, что должен сказать против них, потому и не отказывается называть их родственниками и братьями. И хотя все, что не сказал, говорил для Христа, однако же привлекает к себе и их расположение, предварительно пролагает путь своему слову, отклоняяя от себя всякое подозрение касательно того, что намерен сказать против них, и потом уже приступает к рассмотрению того, что занимало многих. Многие, как заметил я выше, спрашивали, почему получившие обетование погибли, а те, которые никогда не слышали о нем, спаслись прежде первых. И так, устраняя это недоумение, Он предлагает свое разрешение прежде возражения, чтобы кто-нибудь не сказал, что же, неужели ты заботишься о славе Божией более, нежели сам Бог? Неужели Он нуждается в твоей помощи, чтобы Его Слово не погибло? Отвечая на это, апостол и говорит, я сказал это не в том смысле, что Слово Божие не сбылось, но чтобы доказать любовь ко Христу. И хотя дела исполнились в таком виде, продолжает апостол, но мы не сомневаемся относительно Слов Божиих и утверждаем, что обетование не приложено. Бог говорил Аврааму, тебе и семени твоему дам землю, и благословятся в семени твоем все народы. Потому, посмотри, говорит, какое это семя, так как не все происшедшие от Авраама семя его, почему и сказано, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя. Итак, если ты узнаешь, кто называется семенем Авраама, то увидишь, что обетование было дано семени его, и поймешь, что Слово Божие не осталось без исполнения. Скажи же мне, кто называется семенем? Не я говорю, отвечает апостол, но Ветхий Завет изъясняет сам себя, говоря так, в Исааке наречется тебе семя. Бытие 21.12 Объясни, что значит в Исааке, то есть не плотские дети, суть дети Божии, но дети, обетование признаются за семя. Заметь мудрость и высоту ума Павла. В объяснении своем он говорит, что не чада по плоти дети Авраама, но чада Божие. Так Ветхозаветнее он соединяет с настоящим и показывает, что Исаак не просто был сыном Авраама. Смысл же его таков. Те, которые родились по примеру Исаака, дети Божии и семя Авраама. Потому и сказал, в Исааке наречется тебе семя, чтобы и ты понял, что те, которые родились по образу Исаака, они-то в особенности семя Авраама. Как же родился Исаак? Не по закону природе, не по силе плоти, но по силе обетования. Что значит по силе обетования? А слово обетование таково. В это же время приду и у Сары будет сын. Таково было обетование и Слово Божие. Образовало и родило Исаака. И что же? Хотя женские ложесна и утроба содействовали рождению, но не сила утроба, а сила обетования произвела чада. Так и мы рождаемся Словом Божиим, потому что то, что рождает нас и образует в купеле водной, есть Слово Божие. А с другой стороны, мы, когда крещаемся во имя Отца и Сына и Святого Духа, рождаемся. Это рождение не по естеству, а по обетованию Божию. Как предрекший рождение Исаака он тогда исполнил его, так и о нашем рождении он предвозвестил за долгое время через всех пророков, а потом привел это и в исполнение. Замечаешь ли, сколько он представил доказательств? И как давший великие обетования со всей легкости исполнил их? Если же иудеи скажут, что слово Исааке наречется тебе всеми, означает то, будто родившийся от Исаака причитается ему всеми, то должно будет считать сынами Исаака и Идумеев и всех происшедших от него, потому что правоотец их Исаак был сын Исаака, но Идумеи не только теперь не называются детьми, а даже были весьма чуждыми для израильтян. Видишь ли, что не плотские чада, чада Божьи, но и в самой природе предизображается рождение свыше через крещение. Если же ты скажешь мне о ложеснах, то и я могу сказать тебе о воде. И как здесь все от духа, так там все от обетования, потому что ложесна вследствие бесплодности и старости были и холоднее воды. Потому со всем вниманием мы разумеем свое благородство и покажем жизнь, достойную его. В том нет ничего плотского и земного, пусть не будет этого и в нас. Ни сон, ни похоть плотская, ни объятие, ни возбуждение страсти, но Божие человеколюбие все совершило. И как там, когда возраст не подавал никакой надежды, так и здесь, когда наступило следствие грехов старость, внезапно явился новый человек, и все мы сделали сынами Божьими семенем Авраамовым. И не одно это, но так было с Ревеккой, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Вопрос был важен, потому апостол приводит многие доводы и всеми мерами старается уничтожить затруднения. Если странным и неожиданным было то, что иудеи после многих обетований погибли, то более странным представляется, что мы ничего подобного не ожидавшие вступили в их достояние. Произошло то же самое, как если бы царский сын, которому обещано было наследование престола после царя, был низведен в ряд лишенных гражданских прав, а вместо него взят был из темницы человек, виновный в бесчисленных преступлениях и приговоренный к казни и получил власть, принадлежащую первому. Что можно сказать по этому поводу? То, что сын недостоин, но и тот недостоин, даже гораздо более, значит следовало или вместе наказать, или вместе почтить. Подобное случилось с язычниками и с иудеями, даже и гораздо более странное. Что все недостойны, об этом апостол объявил выше, сказав, все согрешили и лишены славы Божией. Но то необычайно, что тогда, как недостойны были все, спаслись одни язычники. После этого можно предложить и другой вопрос, именно, если Бог не намеревался исполнить обетования данных иудеям, то для чего он давал их. Ведь только люди, не зная будущего и часто подвергаясь обману, обещают дары и тем, которые недостойны получить их. А тот, кто предвидит настоящее и будущее, кто ясно знал, что иудеи сделаются недостойными обетований, и вследствие этого не получат ничего исказанного, для чего и даровал обетование 696. Как же решил это Павел? Он показал, кто такой Израиль, которому Бог дал обетование. А когда это было показано, то вместе с тем было и доказано, что все обетования исполнились. Указывая на это, он сказал, не все сущие от Израиля есть Израиль. Апостол употребил имя Израиля, а не Якова, потому что это имя было знаком его добродетели, праведности и дара, полученного свыше, и того, что Яков видел Бога. Но скажешь, все согрешили, лишены славы Божьей. А если все согрешили, то почему одни спаслись, а другие погибли, потому что не все захотели Апостол пока не говорит этого, но решает вопрос более широко, выводя из других примеров новый вопрос, как и прежде, он наибольшее затруднение разрешил другим затруднениям. Когда спрашивалось как после оправдания Христа все прочие стали участвовать в этой праведности, он привел в пример Адама, сказав, как при грешении одного смерть царствовала Римлянам 5.4, вопроса об Адаме он не решает, но его примером решает свой вопрос и доказывает, что есть большее основание допускать, чтобы умерший за них имел над ними власть, какую хочет. Большинству кажется не совсем сообразным с разумом, чтобы за грех одного терпели наказание все, а гораздо сообразнее с разумом и приличнее Богу, чтобы за услугу одного все были оправданы. Но однако апостол не решил первого затруднения, потому что насколько более оно оставалось неясным, настолько сильнее и заграждались уста иудея, недоумение касательно последнего затруднения переходило на первое, и последнее делалось от того яснее. Так и здесь Павел разрешает вопрос непосредственно новым затруднении, потому что у него было состязание с иудеями, потому-то он не решает вполне примеров им представленных, к чему как состязавшийся с иудеями и не был обязан, но однако этими примерами объясняет все, что ему было нужно. Почему ты удивляешься, говорит он, что одни из иудеев спасались, а другие нет? Всякий знает, что в древности случилось тоже с патриархами, почему один только Исаак называется семенем Авраама, хотя Авраам был отцом Измаила и многих других, не потому лишь, что мать Измаила была раба, но какое-то имеет отношение к сыну. Впрочем, не спорю, пусть Измаил будет исключен ради матери, но что сказать о детях Хитуры, не свободными ли они были, не от свободной ли родились, почему же они не удостоились преимуществ данных Исааку, и что говорю о них, Ревекка была единственной женой Исаака, родила двоих сыновей и обоих от Исаака, однако родившаяся, будучи от одного и того же отца и от одной матери, причинив ей одни и те же болезни рождения, будучи единокровными, единоутробными и сверх того близнецами, получили неодинаковые права. Здесь нельзя уже тебе сослаться на рабство матери, как в отношении к Измаилу и на то, что они родились не из одной утробы, как в отношении к детям Хитуры и Сары, но здесь в один и тот же час чувствовались болезни рождения, потому и Павел, как бы считая последний пример более ясным, говорит, что это сбылось не с одним Исааком, ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило, не от дел, но от призывающего, сказано было ей, больше будет в порабощении у меньшего. Как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Почему один был любим, а другой ненавидим? Почему один служил, а другой принимал услуги? Разве потому, что один был порочен, а другой добр? Но ведь когда они еще не родились, один удостоился чести, а другой был осужден, так как еще до рождения их Бог сказал, что больше будет в порабощении у меньшего. Почему же Бог сказал это? Потому что он не ждет как человек окончание делать, чтобы видеть кто добр, кто нет, но и прежде этого знает, кто порочен и кто нет. То же самое случилось и с израильтянами, притом гораздо чудеснее. Что продолжает об Исааке и Исаве и Якове, из которых один был порочен, а другой добр? И у израильтян грех был общий. Они все поклонились сельцу, однако же одни были помилованы, а другие нет. Ибо Он говорит Моисею, кого помиловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Это же можно видеть на тех, которые наказываются. Что можно сказать о фараоне? Почему он был наказан и подвергся столь великому наказанию? Потому что был жесток и непокорен. Но разве он один только был таков, а другого никого не было? Почему же он был наказан так строго? Почему и по отношению к иудеям Бог не сказал обо всем народе, а также не всех удостоил одинаковой чести? Сказано, если будут они как песок морской, но остаток спасется. И почему же только остаток? Видишь ли, сколько недоумений вызывает рассматриваемый предмет? И вполне естественно, всякий раз, как противника можно привести в затруднение, не тотчас предлагай разрешение. Ведь если он сам оказывается виновным в своем неведении, то зачем тебе подвергаться излишней опасности? Зачем ты делаешь его более дерзким, принимая все на себя? 698. Скажи мне и уйдей, на каком основании ты находясь в столь больших затруднениях и не имея возможности разрешить ни одного из них, утруждаешь нас вопросами по поводу призвания язычников. А я, конечно, могу указать верную причину, по которой язычники оправданы. Вы же, иудеи, лишились обетований. Итак, какая это причина? Та, что они оправданы верою, а вы хотите оправдаться делами закона, и вследствие такого своего упорства потеряли все. 10.3. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Кратко сказать, блаженный апостол в этих словах дает общее решение вопроса, но для большей ясности мы исследуем подробнее каждое слово, имея в виду, что желанием блаженного Павла было научить посредством всего сказанного, что один только Бог знает достойных, а из людей никто, хотя им и кажется, будто они хорошо знают, но постоянно заключение. Знающий же тайны уже ясно знает и то, кто достоин венцов, а кто наказание и мучение. Потому он многих, которые по мнению людей были добры, изобличив, наказал, и многих, которые считались порочными, увенчал и засвидетельствовал, что они не таковы. Он произносит приговор не по отзыву рабов, но по собственному строгому и беспристрастному суду, и не ожидает окончания дела, чтобы одного признать дурным, а другого нет. Впрочем, чтобы не сказать опять чего-либо неясного, обратимся к апостольским словам. И не только то, но и реверка начала от одного ложа. Хотя я мог бы рассуждать, апостол, указать и на детей хитуры, но не говорю об этом. А чтобы в совершенстве одержать победу, привожу в пример рожденных от одного отца, от одной матери. Оба родились от ревеки Исаака, законного сына безукоризненного и всем предпочтенного отца, которому сказано в Исааке наречется тебе семи, и который соделался отцом всех нас. А если он наш отец, то и происшедшие от него должны быть отцами. Но этого не было. Ты видишь, что не с одним Авраамом, но и с сыном его случилось все это, что везде блистает вера и добродетель, и они означают подлинное родство. Отсюда мы узнаем, что дети Авраама называются его детьми не только по рождению, но и потому, что достойны добродетели родившего. А если бы назывались только по одному рождению, то Исау надлежало бы пользоваться равными с Иаковым правами, потому что Исаф произошел от омертвевшей утробы, и его мать была бесплодна. Но требовалось не одно только рождение, а и нрав, который не является чем-либо случайным, но служит к назиданию в нашей жизни. И Апостол не говорит, что так как один был добр, а другой порочен, то первое следствие этого и был предпочтен, чтобы тотчас не возразили ему, как же, кто более добр, те ли кто из язычников или те кто из обрезанных, хотя Апостол мог бы в этом сослать на действительный опыт, но он не делает этого, так как это казалось ему очень жестоким, а он все возложил на божественный разум, с которым никто не может осмелиться бороться, за исключением разве совершенно безумного, ибо когда они еще не родились, говорит, и не сделали доброго или злого, было сказано, больше будет порабощение у меньшего, и доказывает, что никакой нет пользы и в благородстве по плоти, но потребна душевная добродетель, которую Бог знает еще прежде дел. Избирать от самого рождения сдела предведение, чтобы обнаружилось, говорит, избрание Божие, совершившееся по изволению и предведению. Бог с первого дня узнал и предрек и доброго, и недоброго. И так не говори мне, продолжает апостол, что ты прочитал законы пророков и столько времени служил. Знающий и испытывающий души знает также, кто достоин спасения, потому что ты непостижим ему в избрании. Он один правильно знает, кого увенчать. Сколько было таких, которые, судя по внешнему свидетельству дел, казались лучше Матфея. Но тот, кто знает тайны и умеет испытывать способности ума, заметил жемчужину, лежащую в грязи, и миновав других, и девясь благообразием Матфея, избрал его и приложил к благородству его воле собственную благодать и вел его достойным. Кто способен судить о временных этих искусствах или о всех прочих делах, тот избирает не то, что одобряет люди, не следующие, а то, что сам в совершенстве знает и одобряемое нееждами нередко отвергает. Отвергаемое имя одобряет. Так поступает в выборе коней, занимающиеся их обучением, а также и оценщик дорогих камней и сведущий в остальных искусствах. Тем более человеколюбец Бог бесконечная премудрость, один все ясно знающий, не будет держать людских мнений, но о всем произнесет приговор по собственной премудрости, совершенно точной и непреткновенной. Так он избрал и мытарей, и разбойника, и блудницу, а первосвященников, старейшин и правителей предал бесчестие и отверг. 700. Всякий знает, что то же самое случилось и с мучениками. Многие из людей совершенно отверженных были увенчаны во время гонений, а напротив иные, считавшиеся в народе великими, приткнулись и пали. И так, не требуя отчета у творца и не спрашивая, почему один был увенчан, а другой наказан, он умеет совершать все по справедливости, почему и сказал Якова возлюбил и Сава возненавидел. Что это было справедливо, то узнал из последствий. Но Бог ясно это знал и прежде он требует не только обнаружения дел, но и благородной воли и благоразумной мысли. Такой человек хотя бы когда-нибудь и согрешил под влиянием какого-нибудь обстоятельства скоро исправится, хотя бы ему случилось и закоснеть в пороке, он не будет презрен, но всеведущий Бог скоро вспомнит о нем. А равность человека развращенной хотя бы и сделал что-нибудь по-видиму доброе, погибнет, потому что делает это с худым расположением. Так Давид совершив убийство и прелюбодеяние скоро загладил свои преступления, потому что увлечен был обстоятельствами и сделал это не следствие привязанности к пороку. А фарисея, не совершивший ничего подобного и даже хвалившийся добрыми делами, все погубил злою волею. Что же скажем, неужели неправда у Бога никак да не будет? И так Бог справедлив и к нам и к иудеям. Потом апостол прибавляет другую мысль, которая темнее предыдущей. Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Опять он усиливает возражение, прерывая его на половине, разрешая и снова вводя другое затруднение. Но чтобы слова эти сделались более ясными, необходимо истолковать их. Бог еще до рождения Якова и Исава, рассуждает апостол, сказал, что больше будет в порабощении уменьшего. И так, что же, неужели Бог несправедлив? Нисколько. Слушай дальше. И Яков и Исав различались один добродетель и другой пороками. На иудеи все совершили один и тот же грех все, именно свили тельца. И однако одни были наказаны, а другие нет. Потому Бог сказал, кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. Не твое, Моисей, дело знать, кто достоин человеколюбия, но предоставь это мне. А если не Моисеева дело, знать это тем более не наше. Потому апостол, чтобы убедить возражающего и достоинством лица, не просто привел эти слова, но упомянул, кому они были сказаны. Ибо Моисею говорит, говорит он, высказав же решение затруднения, он прерывает его наполовину, вводя новое противоположное и говорит так. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. И в описании говорит фараону, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Как выше сказал, что одни были спасены, а другие наказаны, так и здесь говорит, что фараон был сохранен для наказания. Потом опять вводит противоположное. Итак, кого хочет милует, а кого хочет ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет, ибо кто противостанет воле его? Видишь ли, как апостол всеми мерами постарался сделать вопрос затруднительным? И не тотчас дает решение, делая и это с пользой, но сперва заграждает уста возражающему, говоря так, а ты кто человек, что споришь с Богом? Из зелья скажет ли сделавшему его? Зачем ты меня так сделал? Апостол делает это с целью устранить праздное его любопытство, излишнюю суетливость, налагая на него узду и внушая понимать различия между Богом и человеком, а также то, как непостижим божественный промысл и превышает наше разумение, и как все должно покоряться Богу, и это он делает для того, чтобы убедив в этом слушателя, укротив и смирив его мысль, с большим удобством можно было дать свое решение и слова свои сделать для слушателя вполне понятными. и не говорит, что невозможно этого решить, но что, считает преступным и спрашивать об этом, так как что сказано Богом, тому должно повиноваться, а не расследовать, хотя бы мы и не знали причины. Потому апостолы говорит, а ты кто, что споришь с Богом? Замечаешь ли, как он уничижил и низложил надменность? Ты кто? Разве ты участник власти? Уж не назначен ли ты судьей для Бога? Но ведь в сравнении с Богом тебя нельзя и назвать чем-нибудь, нельзя и сказать, что ты то или другое, но ничто, а спросить ты кто гораздо уничижительнее, нежели сказать ты ничто. И вообще своим вопросом апостол выражает большое негодование. Он не сказал, кто ты, говорящий Богу, но кто ты, что споришь с Богом? Отвечай. То есть ты, который споришь, противишься. Говорит, следовало так, не следовало так. Это значит препираться, говорить, если так. Видишь, как апостол устрашил, поразил, заставил больше трепетать, чем спрашивать и любопытствовать. Это свойственно опытнейшему учителю. Не следовать во всем желании учеников, но вести их по своей воле. Сперва исторгнуть тернии, а потом бросать семена и не вдруг давать ответ на каждый вопрос. Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? 702. Здесь апостол не уничтожает свободной воли, но показывает, до какой степени должно повиноваться Богу. В том, чтобы требовать отчета у Бога, тебе приходится чувствовать себя не более как брением. И не только не должно тебе противоречить и предлагать вопросы, но даже должно и не говорить, не мыслить, уподобляться той бездушной глине, которая покорна рукам горшечника и употребляется им, как он желает. Для того именно и взят апостолам такой пример не в образец жизни, но в доказательство покорного и безмолвного повиновения. И должно это наблюдать везде, принимать примеры не все целиком, а выбирать из них нужное, для чего они и приведены, а все остальное следует отбросить. Когда говорится «возлег, почил, как лев», то мы берем лишь понятие о непобедимом и страшном, а не зверское или что-нибудь другое свойственное льву. И опять, когда говорится «встретит, как медведица, лишенная детей», ося 13.8, то берем понятие мстительности, а когда говорится «Бог наш огонь истребляющий», второзаконие 4.14, то берем понятие об истребительном наказании, так и здесь необходимо понимать слова «глина», «горшечник» и «сосуд». Когда апостол превосокупляет и говорит «разве горшечник не власти над глиной», то не думай, что у Павла это сказано в смысле творения или для доказательства необходимости воли, но для выражения власти и различия в распоряжениях. Если же не в этом смысле мы поймем слова его, то получаются многие нелепые следствия. Ведь или здесь идет речь о воле, то Бог окажется творцом и добра и зла, а человек и в том и в другом немало не будет виновен. Тогда кажется, что и Павел увенчивая везде свободную волю сам себе противоречит. И так апостол хочет здесь раскрыть ничто иное, как убедить слушателя во всей полноте повиноваться Богу и ничем не требовать от него отчета. Как горшечник рассуждает он из одной и той же смеси делает что ему угодно и никто ему не противоречит. Так и ты не спрашивай Бога, не любопытствуй, почему он одних из людей одного и того же рода наказывает, а других награждает. Но благоговей перед ним и подражай глине, и как она покорна рукам горшечника, так и ты покоряйся воле распорядителя вселенной. Он ничего не делает без цели и как случится, хотя сам ты и не постигаешь тайны премудрости. Ты позволяешь горшечнику из одной и той же смеси приготовлять разные изделия и не порицаешь его за это, а убога требуешь отчета относительно наказания и почестей, а не представляешь им узнать, кто достоин и кто недостоин. Но так как самый состав имеет одну и ту же сущность, то предполагаешь, что и воля у всех одна и та же. Какая неосновательность? Ведь не от горшечника зависит, что из одной и той же смеси иной идет для почетного, а другое для низкого потребления, а от распоряжения пользующихся изделием. Так и здесь. Дело зависит от свободной воли. Кроме того, как заметил я выше, пример должно брать в том одном отношении, что человек не должен противоречить Богу, а предоставлять его все непостижимой мудрости. Пример должен быть обширнее того предмета, по поводу которого он приводится, чтобы мог сильнее подействовать на слушателей, так как если бы он не был обширней и не заключал в себе большего, то и не мог бы тронуть и возбудить возражающего, как должно. И так апостол в надлежащей мере преградил неуместное упорство слушателей, а потом дает и самое решение. Что же, если Бог желает показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которое он приготовил к славе над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Смысл этих слов такой. Фараон был сосудом гнева, то есть человеком, который своим жестокосердием воспламенил гнев Божий. Многократно испытав на себе Божие долготерпение, он не сделался лучше, но остался неисправимым. Потому апостол назвал его не только сосудом гнева, но и совершенным погибель, то есть готовым к погибели и, конечно, от самого себя и по собственной своей воле. Как Бог не оставил ничего из того, что вело к его исправлению, так и сам он не оставил ничего из того, что служило к его погибели и лишало его извинения. Но однако Бог, зная это, переносил все со многим долготерпением, желая привести его к раскаянию, так как если бы не хотел этого, то и не терпел бы столько времени. А так как фараон не захотел воспользоваться Божьим долготерпением для покаяния, но уготовил себя во гнев, то Бог употребил его на исправление других, чтобы посредством его наказания сделать других более усердными и показать при этом свое могущество. А что Бог хочет являть свое могущество не в наказаниях, но иначе в благодеяниях и милостях, это апостол постоянно выше утверждал. Если и Павел не хочет в этом показывать свою силу, потому что говорит, чтобы мы явились искусными, но да вы доброе сотворите, 2 Коринфян 13,7, то гораздо болей Бог. Но так как Бог сперва долготерпел, чтобы привести фараона в раскаяние, а он не раскаялся, то немало еще время он терпел его, чтобы вместе показать и свою благость и свое могущество. Не пожелает ли он как-нибудь воспользоваться этим великим долготерпением? И как наказав фараона оставшегося неисправимым, Бог показал свое могущество, так помиловав многих великих, но раскаившихся грешников, явил свое человеколюбие, 704. Но апостол не назвал это человеколюбием, а славою, показывая, что это преимущественно составляет славу Божию, и что Бог заботился об этом более, чем о всем остальном. Когда же говорит, что предуготовано в славу, то выражает этим, что не все происходит от одного Бога, потому что если бы это было так, спасаться всем? Вместе с тем апостол опять показывает предведение Божие и уничтожает различия между иудеями и язычниками, а отсюда опять извлекает немалое оправдание для своих слов. Не только из иудеев одни погибли, а другие спаслись, но это же случилось и с язычниками, почему Павел не сказал все язычники, но из язычников, не сказал все иудеи, но и от иудеев, как фараон взялся сосудом гнева так и спасшиеся сделали сосудом милости по своему благочестию, и хотя большая часть принадлежит Богу, но однако и мы привносим нечто малое от себя. Потому апостол не сказал сосуды заслуг или сосуды дерзновения, но сосуды милости, показывая, что все принадлежит Богу, и также слова не хотящего, не текущего, хотя и сказаны в виде противоположения, но, как сказано от лица самого Павла, не представляет никакого затруднения, когда он говорит ни хотящего, ни текущего, этим не уничтожает свободы, но показывает, что не все принадлежит человеку, а напротив, он нуждается в благодати свыше, должно и желать, и совершать подвиги, но надеяться нужно не на собственные подвиги, а на Божие человеколюбие, как и в другом месте апостол сказал, «Не я, но благодать Божия, которая со мною», и хорошо сказал, что предуготовила славу, так как иудеи укоряли христиан тем, что они спасаются по благодати, и думали этим пристыдить их, то Павел вполне устраняет такую мысль, если дело спасения принесло славу Богу, то гораздо более и тем, через кого Бог прославился, заметь же благомыслие и неизреченную мудрость апостола. Рассуждая наказанных, он мог бы представить в пример не фараона, но согрешивших из иудеев, сделать свою речь более ясную, доказать, что даже и там, где были одни и те же отцы, и одни и те же грехи, одни погибли, а другие были помилованы, и убедить их более, не недумевать по поводу того, что некоторые из язычников спаслись, тогда как иудеи погибли, но апостол, чтобы не сделать свою речь неприятную, не был вынужденным назвать иудеев сосудами гнева. Пример наказания представляет варвара, примеры же помилованных заимствуют из иудейского народа. И хотя апостол достаточно оправдывает Бога, который хорошо, зная, что фараон уготовил себя в сосуд гнева, употребил с своей стороны все ожидания, долготерпения и не просто долготерпения, но великое долготерпение, однако же не захотел сказать, что Бог так же поступал и с иудеями. Почему же одни бывают сосудами гнева, другие сосудами милости? по собственной своей воле. Но Бог по безмерной своей благости оказывает милость тем и другим. Он миловал не только спасаемых, но и фараона сколько мог. И те, и этот пользовались одинаковым долготерпением. А если фараон не был спасен, то совершенно вопреки воле Божией, так как со стороны Бога фараон не имел ничего меньше спасенных. Итак, апостол, представив решение вопроса на основании дел, для большей несомненности сказанного приводят и слова пророков, которые предвозвестили тоже. И Осия, говорит он, давно писал об этом так, как Осия, не мой народ назову моим народом и не возлюбленную возлюбленную. Чтобы не сказали ты вводишь нас в заблуждение, говоря это, апостол призвал свидетелей Осию, который взывает и говорит так, кто же это были не люди мои, очевидно язычники, кто не возлюбленная, опять они же. Однако же о них сказано, что будут народом возлюбленной сынами Божиими. И на том месте, где сказано им вы, не мой народ, там названы будут сынами Бога живого. Если станут говорить, что это сказано обуверовавших и зиудеев, то и тогда наше толкование будет уместно. Если произошла такая перемена с теми, которые после многих благодеяний оказались неблагодарными и чуждыми, утратили даже то, что делало их народом, то что могло воспрепятствовать призванию и удостоению за послушание таких же милостей тех, которые отчуждены были, не после того, как приняты, но с самого начала были чужды? Апостол не довольствуется тем, что сослался на Осию, но после него приводит слова Исаия, который говорит согласно Сосию. Исаия провозглашает об Израиле, хотя бы сыны Израилю были числом, как песок морской, только остаток спасется. То есть смело, не скрываясь, провозглашает. Итак, почему вы обвиняете нас, когда и пророки громче трубы возглашают тоже? Что же вопьет Исаия? Ты видишь, что и по словам Исаии не все будут спасены, но лишь достойное спасение. Я не боюсь множества, говорит Бог, и меня не устрашает род так размножившийся, но я спасаю только тех, которые оказываются того достойными. И не просто пророк упомянул о песке морском, но напоминает им и о ветхозаветнем обетовании, которого они сделали недостойными. Итак, почему же вы волнуетесь, ссылаясь на то, будто обетование нарушено, когда все пророки объявляют, что не все спасаются? Потом он говорит и об образе спасения, замечаешь ли точность пророка и благоразумие апостола, который приводит свидетельство наиболее подходящее? Оно не только показывает, что спасутся не все, а некоторые, и добавляет, как спасутся. Как же они спасутся, и каким образом Бог удостоит их благодеяния? Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь на земле. Это значит следующее. Не нужно далеко ходить, трудиться и утомлять себя делами законными, напротив, спасение совершится весьма кратким образом. Такова вера. Она в кратких словах содержит спасение. 10.9 Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. 707 Понял ли ты, что значит слово сокращенно сотворит Господь на земле? Достойно удивления то, что краткое слово это принесло не только спасение, но и праведность. И как предсказал Исайя, если бы Господь Саваов не оставил нам семени, то мы сделались бы как Содом и были бы подобны Гаморре. Опять апостол доказывает здесь нечто другое, именно то, что и немногие спаслись не сами собою, и они погибли бы и претерпели бы участь Содома, то есть подверглись бы истреблению, так как и содомляне погибли все без исключения, и от них не осталось даже как и те, если бы Бог не оказал великой благости и не сохранил их ради веры. Это произошло и во время чувственного вавилонского плена, потому что большинство иудеев были отведены в плен и погибли, а немногие только спаслись. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность от веры, а Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Здесь наконец самое ясное решение. Так как апостол на основании дел доказывает, что не все те от Израиля, суть Израиль, и подтвердил это предками Иакова и Исаава и свидетельством пророков, то он потом предлагает самое главное решение на основании Оси и Исаи, предварительно усилив недоумение. Было два вопроса, о том, что язычники получили спасение, и о том, что они получили его недомогаясь, то есть не позаботившись о нем. И опять касательно иудеев было также два недоумения. Иудеи не достигли спасения, и не достигли несмотря на то, что домогались. Потому апостол употребил самые сильные выражения. Он не сказал, что имели праведность, но не достигли, потому что наиболее необычайным и странным было то, что искавший не получил, а неискавший получил. И по-видимому словам, гоня, апостол угождает иудеям, но впоследствии он наносит решительный удар. А так как он мог дать сильное решение, то он не побоялся и возражения сделать более неприятным. Поэтому он не беседует о вере и о праведности из нее возникающей, но доказывает, что иудеи побеждены прежде веры и осуждены по собственным законам. Ты, иудей, говорит Павел, не нашел даже законной праведности, потому что нарушил закон и стал повинен клятве. А язычники, вошедшие не при помощи закона, а иным путем, нашли праведность, больше законной праведности, именно праведность от веры, тоже говорит апостол и выше. Если бы Авраам оправдался от дел, то он имеет похвалу, но не от Бога, доказывая, что праведность от веры выше праведности от закона. Итак, выше я говорил, что было два недоумения, а теперь стало три вопроса. Что язычники нашли праведность, что нашли ее неискавшие, что нашли праведность больше праведности от закона. Вопросы, противоположные первым, возникает и касательно иудеев. Что Израиль не нашел праведности, что он не нашел ее, несмотря на то, что искал и что не нашел даже меньшей праведности. Итак, поставив слушателя затруднения, апостол предлагает потом, краткое решение излагает причину всего сказанного. Какая же это причина? Та, что человек оправдывается не от веры, но от дел закона. Вот самое ясное решение всего места, которое не так легко было бы принято, если бы апостол предложил его вначале, а так как он поместил его после многих недоумений, доводов и объяснений и употребил многочисленные предварительные отговорки, то есть сделал его вполне понятным и доступным. Причиной погибели иудеев, говорит он, было не то, что не от веры, но как бы от дел закона. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо приткнулись а камень приткновения. Ибо написано «Вот полагаю всего не камень приткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится». Замечаешь ли опять, как от веры получается дерзновение и всеобщий дар? Сказано ведь не только об иудеях, но о всем человеческом роде. «Всякий, говорит апостол, иудей, и елен, и скиф, и фракиянин, и кто бы то ни был, если уверовал, будет пользоваться большой свободою». У пророка же удивительна его речь не только о том, что уверует, но и о том, что не уверует, так как приткнуться, значит не уверовать. Как выше рассуждая о погибших и спасаемых, апостол сказал, «Если были сыны Израиля, как песок морской, только остаток спасется». И еще, «Если бы не Господь Бог савлов оставил нам семени, то все бы мы погибли, как в Содом и Гоморра». И так же призвал не только от иудеев, но и от язычников. Так и здесь говорит, что одни уверуют, а другие приткнутся. А приткновение происходит от невнимания и от того, что засматривается на что-нибудь другое. И иудеи, обращающие внимание на закон, приткнулись о камень. Камень же притыкания апостол назвал камнем соблазна по отношению к настроению и концу неверующих. Теперь ясно ли для вас сказанное или требует еще большего пояснения? Думаю, что для внимательных понятно. Если же для иных невразумительно, то можно и случайно встретившись спросить и узнать. Для того я и представил очень пространное толкование, чтобы, прервав последовательность речи, не быть вынужденным повредить ее ясности. По той же причине здесь я и оканчиваю слово, не предлагая норовоучения, так как имею обыкновение делать, чтобы в вашей памяти не затемнить множество предметов, о которых было говорено. Теперь время заключить речь, кончив ее надлежащим образом, то есть словословием Богу всяческих. Итак, давши общий отдых и себе говорившему и вам слушавшим, воздадим ему славу, потому что его царство и сила и слава вовеки. Аминь.